Тамара Крюкова 14 октября 1953 года Отец девочки преподавал музыку Мама занималась домом, любила рукодельничать С ними жили еще и дедушка с бабушкой Тамара Крюкова вспоминает У меня было счастливое детство Дедушка был не только моим другом, но и первым учителем Мы часто играли в школу Так в три года я научилась читать и писать А еще перестукиваться азбукой Морзе Впрочем, этот навык я потом потеряла Так из меня не получилось радиста А по соседству жила семья глухонемых У них не было детства, у них частных гостей Поэтому к четырем годам Я довольно бойко общалась на языке глухонемых А потом они переехали Так я не стала сурдопереводчиком Несмотря на явный гуманитарный уклон Девочку отдали в класс с математическим уклоном Она успевала хорошо учиться и много читать В средней школе увлеклась Майнридом, Дюма, Жорж Сан Но больше всего любила Джека Лондона Тогда же у нее самой появился литературный талант Тамара стала автором поэтических строк А после получения аттестата зрелости Тамара хотела стать студенткой технического вуза Но на экзамене стала алгебру на 4 Девушка расстроилась, но сумела собраться И в том же году поступить в Северо-Осетинский государственный университет На факультет иностранных языков В полном Крюкова получила направление И уехала работать в Египет в качестве переводчика Потом в ее биографии была поездка в Южный Йемен Куда писательница отправилась вместе с семьей С сыном и мужем Однако в стране вскоре разгорелась гражданская война И пришел приказ об эвакуации всех детишек К тому времени ее сыну исполнилось 5 лет И родители постарались вывезти его к бабушке в Москву А продолжали работать Тамара Крюкова очень скучала по сыну Старалась чаще писать письма А чтобы мальчик лучше переносил разлуку Придумывала развлекать его сказкой Каждый раз, когда Тамара отправляла ему письмо Вкладывала внутрь листки с новой главой своего произведения Позже эти главы писательницы в плю первую публикацию Под названием «Тайна людей с двойными лицами» Однако эта первая книга не сделала ее непопулярной, Нелюбимой читателем-писательницей На протяжении последующих десяти лет Тамара Крюкова оттачивала слог Работала над стилем и манерой изложения А еще оживляла своих придуманных персонажей Наделяла их живыми характерами Придумывала самые различные испытания Крюкова упорно шла к своей цели Можно сказать, что настоящая творческая биография Тамары Крюковой началась в 1996 году Когда ее сочинения начали регулярно выходить из печати Буквально через год литератор и приюз писателей России А ее основная аудитория – маленькие дети Которые не могли оторваться от ее произведений Скрывающихся под такими заманчивыми названиями Как «Алеоп» или «Тайна черного ящика» «Агата Некристи», «Кот на счастье» «Сказки дремучего леса» «Плестящая калоша с правой ноги» Малыши и дешкалята с удовольствием слушают сказки Автомобильчик Бип Крошка Ёжик Паровозик Пых И многие другие Эти сказки развивают любознательность, чуткость, чувство слова Вместе с героями этих произведений Маленькие читатели знакомятся с миром Полным увлекательных приключений и забавных персонажей Учатся дружить и мечтать Тамара Крюкова говорит «Я пишу для детей передать им ту доброту, любовь и улыбки Которыми меня щедро наградило мое детство И я хочу, чтобы они полюбили этот мир так же, как люблю его я» Ребятам постарше будут интересны спорники смешных рассказов и стихов из школьной жизни В них постоянно возникает тема дружбы и поиска верных друзей На которых можно положиться Сопереживая героям произведений И он и читатель представляет себя на их месте И это помогает сформировать правильное представление Для ребят постарше Тамарой Крюковой созданы остросюжетные сказки с волшебными приключениями Ожившими мифами, чародеями, феями, красавицами, русалками и принцами Ее сказочные повести полны магии и мистики Читатели ждут внезапные сюжетные повороты и доинственные события По словам Каждая книга в этом цикле посвящена каким-то качествам Гордости и гордыни, вере, преданности, мести Дети читают, не задумываясь, что их чему-то учат А потом пишут письма, где говорят, что изменилось после прочтения моих книг Рассказывает Тамара Шемелина Произведения для старшего подросткового возраста Тамара Крюкова тщательно выписывает психологические портреты своих героев Старается объяснить мотивы поступков Раскрыть внутренний мир подростка, всегда закрытый от посторонних ссоров В ее книгах находят отражение острые проблемы взрослеющих детей Переживания и сомнения Произведение Тамары Крюковой – это учебник жизни для юных читателей Она говорит, если человек эмоционально пережил что-то вместе с героями книг То это переживание запомнится надолго и оставит след душе И пускай они это переживут в книге, чем совершат по стыдной постуне Неудивительно, что Тамара Крюкова стала лауреатом первой премии конкурса На лучшую книгу о подростках Проводимого издательским советом Русской Православной Церкви К середине 2000-х годов Тамара Крюкова стала автором еще одного яркого произведения Сказки под названием «Хрустальный ключ» Ее герои, Петя и Маша, оказываются в сказочных веках, где и ждут невероятные приключения Автор так закрутил сюжет, что дети читали эту книжку на одном дыхании Не отрываясь до самой последней страницы Писательница призналась, что лучшей наградой для нее станет то Если дети, не привыкшие отдыхать с книгой в руках, прочтут это произведение запоем В 2001 году выходит одно из самых известных произведений Тамары Крюковой «Костя плюс Ника» Сюжет книги об отношениях подростков и их первой любви Главные герои – деревенский парнишка Костя и девочка Ника, инвалид-колясочник Эту книгу экранизировали в 2006 году Лента отмечена многочисленными наградами, среди которых Гран-при на 10-м Всероссийском фестивале Орленок 14-м Международном фестивале Артек 6-м Международном фестивале искусств Кинотаврик Перу Тамары Крюковой также принадлежит дневник Кота Сапиенса и его продолжение Блог Кота Сапиенса Разрешение на публикацию было получено путем долгих непростых переговоров с автором заметок – Барсика Благодаря этому уникальному изданию любители кошек смогут лучше понять систему общекошачьисти и мировоззрения питомцев А также посмотреть на себя глазами домашних любимцев В продолжении популярных заметок Барсик выступает в роли интернет-блогера К так называемой кошачьей серии можно отнести и поиск для младших школьников в Кот на счастье Тамара Крюкова написала более 50 книг Ее книги переведены на 11 языков Они стали доступными читателям Чехии, Польши, Кыргызстана, Венгрии, Азербайджана и других европейских стран Тамара Крюкова – большой приверженец печатной книги Она старается чаще встречаться со своими поклонниками, дарить им книги со своими дарственными надписями Однако век цифровых технологий, социальных седей и гаджета нужно идти в ногу с прогрессом Поэтому Тамара Крюкова все чаще общается со своими читателями своего персонального сайта Где рассказывает свежие новости о себе и своих новых проектов Устраивает конкурсы, делится литературными советами Публикует фотографии обложек своих новых книг Представляет читателям новинки текущего года Тамара Крюкова имеет множество литературных наград и званий А вот в 2016 году она получила необычное звание – «Растрепа года» По предложению детского писателя Валентина Постникова Библиотекари собрали полку книг современных детских писателей По одной от каждого После подвигов выяснилось, что самая зачитанная детьми до дыр книга «Растрепа» Принадлежит Перу Тамары Шанельевны По словам писательницы, для нее это было одно из самых почетных званий Литературные критики считают, что таких книг, как у Тамары Крюковой Не было со времен Драгунского и Носова Они притягательны тем, что очень точно и ярко описывают характеры героев Глубину мыслей и затрагиваемые проблемы И все это вкупе с захватывающим сюжетом Недаром писательницу считают Астрид Лингрен Приглашаем в нашу библиотеку Окунуться в волшебный мир героев книг Тамары Крюковой Субтитры создавал DimaTorzok